Сегодня тема нашего заседания Историческая политика, память о войне Связь поколений, она конечно существует Но вот уже прошло несколько поколений И они воспринимают зачастую эти события Как то, о чем пишется в учебных пособиях Но пойдет ли тот же школьник искать правду о войне в библиотеку Он, наверное, все-таки возьмет телефон В поисковике найдет первое, что ему алгоритмы поиска предложат А предложит, скорее всего, что-то короткое, броское Такой вот фастфуд, который надо быстро скушать, съесть И он не раскроет всю правду У нас нет стремления подогнать исторические факты Под какие-то политические доктрины Абсолютно нет Есть четкие красные линии, за которые никто не должен переходить Это когда одним полностью перекрыли каналы правды, будем говорить А эту ложь, которая идет, собственно, от наших геополитических, цивилизационных противников Вдуваем в том числе и молодежь Если мы будем лучше знать и видеть историю Великой Отечественной войны Через призму своей семьи, своего народа, своего государства Это только плюс нам Мы не стремимся противопоставить, значит, себя кому-то другому Но исказить нашу историю мы тоже не должны позволять Нам нужно сегодня оперативно, очень, так скажем, с экспертами, с общественностью думать Как сегодня вернуть молодежь к этой памяти Потому что для нас Великая Отечественная война Это не просто одно из исторических событий Это наша, по сути дела, независимость, наша государственность Но мы не сможем этого сделать без привязки конкретно каждого человека к его родным героям Который есть в каждой белорусской семье Приветствую всех зрителей, читателей совместного проекта Белорусского института стратегических исследований и Белорусского телеграфного агентства Экспертная среда Сегодня тема нашего заседания – историческая политика, память о войне На эту тему мы собрались за нашим круглым столом Поговорить со следующими участниками У нас присутствует Сергей Александрович Трахименок Доктор юридических наук, профессор, член Союза писателей Белоруссии и России Сергей Михайлович Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Член постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Вячеслав Викторович Данилович, кандидат исторических наук, доцент, директор Института истории Национальной академии наук Степан Николаевич Темышев, ведущий научный сотрудник Национального института образования, Министерства образования Белоруссии Кандидат исторических наук, доцент Игорь Александрович Волоханович, аналитик БСИ, кандидат исторических наук Рад всех приветствовать И давайте начнем нашу дискуссию Мы собрались в канун важной даты 75-летия Великой Победы Значение этого события для мировой истории трудно переоценить Хотя многие и пытаются это сделать, и об этом мы сегодня поговорим До сих пор это событие в фокусе внимания не только историков, но и политиков Мы сегодня поговорим, что такое историческая политика и политика памяти И чем отличаются подходы Белоруссии и сопредельных стран при оценке Великой Отечественной войны Или Второй мировой войны, как чаще говорят в Европе, в Америке Вот я хотел начать больше через собственное переживание Вот мое поколение знало о войне с детства Со школьной скамьи мы читали о подвигах пионеров-героев Завистью читали Позже мы знакомились с комсомольцами-подпольщиком, молодой гвардией Все это происходило на фоне литературы о войне, фильмов о войне Все это нас окружало И главное, рядом с нами были наши дедушки и бабушки Живое олицетворение тех событий, о которых мы слышали, о которых мы читали Которые мы знали и не понаслышке Словом, Великая Отечественная война была частью нашей жизни Я хотел бы начать нашу дискуссию с вопроса Сергея Михайловича Вы принадлежите к генерации, которую принято называть поколением независимой Белоруссии Я рассказал, как мое поколение воспринимало, которое еще родилось в Советском Союзе А как воспринимается людьми вашего возраста Великой Отечественной войны, которые родились и выросли в независимой Беларуси? Лично для меня, безусловно, это огромная часть моей жизни Потому что я этим интересовался с ранних своих лет Расспрашивал своих бабушек, дедушек про моих героев, которые есть в моей семье Тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, на фронтах, партизанах Но общаясь сегодня с молодежью в школах, в университетах, мы, к сожалению, видим, что сегодня для многих из них Великая Отечественная война Это одно из исторических событий, наравне как и другие войны, которые проходили в нашей территории, это уходит И нам нужно сегодня оперативно, очень, так скажем, с экспертами, с общественностью думать, как сегодня вернуть молодежь к этой памяти Потому что для нас Великая Отечественная война это не просто одно из исторических событий Это наша, по сути дела, независимость, наша государственность и День независимости напрямую связан с этой датой Но мы не сможем этого сделать без привязки конкретно каждого человека к его родным героям, которые есть в каждой белорусской семье. И вот это очень важно. Когда приходишь, например, буквально недавно встречался с одним из коллективов студенческих университетов и спрашиваешь, а вы знаете про своих, я уже не говорю про общих героев, маршалов, героев Советского Союза, а про своих родных героев в семье? Только 20% поднимают руку о том, что они действительно знают, слышали о том, что у них есть прадедушки, прабабушки, которые воевали. Остальные не в курсе даже про это. И как только мы забудем сегодня, и эта цифра приблизится, к примеру, к нулю, очень большая вероятность повторить это, как мы сегодня видим, происходит, к сожалению, на Украине и других странах. Мы очень близки к этому, если не предпримем в ближайшее время каких-то действительно серьезных мер, которые вернут молодежь сегодня к этим событиям, к своим родным героям, которые есть в каждой белорусской семье. Но без семьи никакие, скажем, государственные структуры, аппараты не смогут этого сделать. Это дело каждой белорусской семьи. Если семьи это сегодня не поймут, большая вероятность, что молодые ребята, такие как мы, нам придется опять как бы жестоко, может быть жестко или там неэлистично сегодня это не звучало, придется брать в руки оружие. Сергей Александрович, хочу вам задать вопрос. Вы автор книг, автор киносценариев. Вот у меня книга «Эхо забытой войны» 2004 год, с удовольствием перечитываю. Когда мы, люди моего поколения, в детстве читали о пионерах героев, мы читали с завистью. Ребята, такой был у них уникальный шанс совершить подвиг, сделать те поступки, которые они сделали. А что вот сегодня востребовано, что особенно молодой читатель хочет прочитать, что он хочет узнать из книг о войне? Ну, как я могу говорить. Как вы можете, да. Молодого читателя, я за... Может ли современный читатель достучаться до современного молодого человека, который хочет узнать о войне? Современный писатель? Ну, я не совсем современный писатель, я принадлежу к тому поколению, наверное, которое, значит, появилось на свет после войны. Но и это дает очень многое нам, нашему поколению, в силу того, что мы мальчишками росли вместе с теми, кто прошел эту войну. Вот можно смотреть ее через статистику, можно через описание больших событий, так сказать, и малых, а можно смотреть через личности. И я хорошо помню, значит, после войны, как эти, значит, ребята пришли, они учились в вечерних школах, они учились в техникумах и в вузах. Они не доиграли войну, поскольку детство почти, думаю, уже юношество упало-выпало на это время. Но, значит, у нас играл в волейбол, значит, один человек, у которого не было кистей. И все это понимали и так далее и тому подобное. Мой отец, он прошел всю Беларусь, от Прони до Белостока, значит, подорвался на мине там и, значит, в госпиталь попал уже инвалидом. Ему не было еще 20 лет, практически отвоевал здесь, действующий в армии год с лишним. Значит, и, значит, как-то я читал дневник его друга, значит, он, естественно, все тогда увлекались футболом. Он, естественно, бегать не мог, но он стоял на воротах на двух костылях. И всем говорил, что 11-метровую легче брать, удобнее, когда у тебя, так сказать, одна нога и, что называется, два костыля. Вот что я могу сказать. И мы выросли среди них. И когда вот в 90-е годы, когда уже мы попали в такую ситуацию, когда пришлось, наверное, испытать этим людям большую, так сказать, боль от того, что во время, так сказать, перестройки и всего прочего, многое было дискредитировано по отношению к этой великой войне. Вот и меня это и побудило, собственно, заступиться за них. Они уже не могли это сделать самостоятельно. Ну и написать эти книги, которые я написал. В нулевые, кажется, годы, да, был сериал «Штрафбат». И это я как пример привожу. И многие смотрят на войну через сериал «Штрафбат». Многие смотрят через окопную правду, да, которая, опять же, вот в 90-е широко публиковалась, да, и не смотрят на войну так, как смотрели мы. Вот а им как донести, что то, что они видят на экранах кинотеатров, то, что они видят в телевизоре, то, что они видят в интернете, ну, это такой доходчивый, съедобный, но все же фастфуд, а война, она была несколько другой. Я все же опять вот пытаюсь к молодому поколению найти ключик. Степан Николаевич, как работать со школьниками? Вы знаете, действительно, для современных школьников, тех, кто сейчас в школе, Великая Отечественная война – это далекое прошлое. Связь поколений, она, конечно, существует, но вот уже прошло несколько поколений, и они воспринимают зачастую эти события, как то, о чем пишется в учебных пособиях. Но хотел бы отметить, что в наших учреждениях общего среднего образования периоды Великой Отечественной войны, различные проблематики войны, уделяются очень значительное внимание. Историю, согласно новым учебным программам, историю Великой Отечественной войны, изучают учащиеся дважды, должны изучать дважды, в девятом классе, и с 21-го года будут изучать и в 11-м классе, на уровне нового проблемно-теоретического обобщения. В девятом классе на изучение истории Великой Отечественной войны по истории Беларуси отводится 6 часов, плюс час обобщения, плюс час «Наш край», особый урок, который посвящен региональным особенностям истории своего родного края, в более русском значении, конечно. То есть до 8 часов, а еще по всемирной истории 5 часов. При этом при изучении последовательном сначала учащиеся изучают общую проблематику войны в широком контексте по всемирной истории, затем какой же вклад несла наша страна в общую победу. И в 11-м классе на базовом уровне и на повышенном уровне изучают учащиеся. Но это еще не все. Еще в 2004 году была утверждена программа факультативных занятий по истории Великой Отечественной войны. И какое-то время этот курс Великой Отечественной войны советского народа в контексте Второй мировой войны, он был обязательным для всех учреждений общего среднего образования. И для гимназии, и для лицеев. Хорошо помню, как преподавался в лицее БГУ. Замечательный этот курс. Никуда он не делся. Факультатив существует и до сих пор. На третьей ступени общего среднего образования, это 10-11 классы, в любом учреждении общего среднего образования или учреждении реализующих программ, программы общего среднего образования, это касается и колледжей, и гимназии, и так далее, можно преподавать факультативно курс Великой Отечественной войны. Более того, вот как раз в этом месяце, в апреле 2020 года, запланировано переиздание, это уже третье издание, учебного пособия до истории Великой Отечественной войны советского народа в контексте Второй мировой войны, под редакцией профессора и доктора исторических наук, члена Национальной академии наук Белоруссии Александра Александровича Ковалени. Солидный авторский коллектив представляет это издание. Несены новшества, это третье издание, напомню, в 2004 году было издание, в 2009. Книгоиздание идет в новую со временем, добавлены QR-коды, как полагается, которые позволяют перейти к видео, роликам, добавлены иллюстрации, очень важно, что, да иллюстративный аппарат очень хорошо представлен, более 400 иллюстраций, и очень важно, что вот этот иллюстративный материал, он создает своеобразный эмоциональный фон и приближает войну к детям. Очень много иллюстраций, которые отражают деятельность или поведение сверстников, собственно, тех, кто изучает Великую Отечественную войну, это пионеры-герои. Вот они понимают, и можно объяснить, что такое пионеры-герои? Что такое война, что такое пионеры-герои на конкретных примерах. Но не только это, есть и ужасные страницы войны, это и концлагеря, дети в концлагерях, иллюстрации представлены, да, в полном объеме. Это все не скрывается. И тяжести войны, и нескрываемые, и сложные проблемы войны, это и проблемы коллаборационизма, а как выжить в тех условиях, в условиях оккупации, и множество есть проблем, и это не скрывается. Тепан Николаевич, я нисколько не сомневаюсь, что у нас достаточно учебных материалов для школы, я не сомневаюсь, что у нас очень много материалов для студентов, что у нас очень много книг для тех, кто просто интересуется войной, да. Вот, Вячеслав Викторович, вот вы один из членов редколлегии и авторов пяти томной истории белорусской государственности, да, где там целый том посвящен белорусской государственности, вот этот сложный период, до, во время и после войны. Это очень важно, это наша научная база, которая, ну, рассказывает правду и войне. Но пойдет ли тот же школьник искать правду о войне в библиотеку, обложится вот огромными толстыми фолиантами, и будет в страничках искать нестыковки с тем, что он прочитал в интернете, и с тем, что написано в книге, и делать выводы, ага, вот. Вот, он, наверное, все-таки возьмет телефон, в поисковике найдет первое, что ему алгоритмы поиска предложат, а предложит, скорее всего, что-то короткое, броское, максимально упрощенное, и, видимо, и я даже уверен, что поисковик предложит такой вот фастфуд, который надо быстро скушать, съесть, и он не раскроет всю правду. Так вот, вопрос в том, на каком языке нам разговаривать с разными генерациями, со школьниками, со студентами, чтобы мы донесли нашу позицию. На мой взгляд, безусловно, необходимо разговаривать с разными социальными группами, с разными группами молодежи, возрастными. На их языке, прежде всего, адаптировать тот материал, который действительно нашей наукой отечественной, очень большой пласт наработан по истории Великой Отечественной Второй Мировой войны. Причем этот пласт подан, особенно последние 20 лет, мы активно подаем его через призму нашего белорусского народа. Что значила эта война для нашего белорусского народа, для нашей государственности? Я со всей ответственностью могу заявить о том, что если бы не победы в Великой Отечественной войне, не было бы ни нашего народа, ни, соответственно, белорусской государственности. Вполне закономерно, что у нас и День независимости, 3 июля от День освобождения Минска, мы бы до Великой Отечественной войны. Мне бы хотелось обратить внимание на то, что мы, как ученые, прекрасно понимаем тот момент, что необходимо мало исследовать объективно, представившись в научных трудах, но необходимо эти научные свои наработки и достижения донести как можно больше до широкой общественности. Поэтому активно уделяем мы очень много внимания популяризации наших научных исследований и популяризации прежде всего через проведение региональных научных форумов, которые посвящены истории регионов Республики Беларусь, того либо иного района или города в различные исторические периоды. В том числе, как правило, на этих научных форумах обязательно затрагиваются события Второй мировой и Великой Отечественной войны. И это не просто приезжают ученые, выступают с докладами, собираются учителя, мы активно это проводим вместе с районными властями, местными учителями, краеведами. Но, как правило, мы стремимся к тому и подталкиваем наших местных властей, чтобы предварительно перед конференцией был проведен конкурс краеведческих работ учащихся. Чтобы они могли выступить со своими работами, рассказать, что у них есть, что они знают в истории своей семьи, в том числе в годы Великой Отечественной войны. Чтобы они имели возможность поведать то, что им близко. И это очень важный, существенный момент, об этом уже говорил Сергей Михайлович. Когда человек прочувствует на уровне собственной своей семьи события Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, то эта память останется у него на очень и очень долго. И он будет стремиться транслировать ее дальше поколением своих потомков. И именно в этой связи также мне бы хотелось подчеркнуть, наша Национальная Академия Нового в Беларуси объявила такую важную, на наш взгляд, акцию всебелорусскую, как «Народная летопись Великой Отечественной войны. Вспомним все». Месяц назад, до 13 марта, состоялась презентация объявления этой акции. Акция предусматривает сбор сохранившихся воспоминаний, фотографий о людях, которые участвовали в событиях Великой Отечественной войны, внесли свой вклад в нашу общую победу. И она нацелена фактически на широкую нашу общественность. Любой желающий, любой человек, учащийся, неважно, чем он занимается, если он помнит что-то о своих предках, хотел бы это рассказать, он может это положить на бумагу или на обратной компьютере, выслать нам в Институт истории. У нас создана специальная электронная почта, есть заставка на сайте, которая расскажет о целях этой акции. И таким образом он непосредственно сам соприкоснется с событиями Великой Отечественной и Второй мировой войны через своих предков. И уже на сегодняшний день более 100 обращений к нам поступило в Институт. И кроме того, что мы эти аккумулируем обращения и воспоминания фотографий, мы нацелены на то, чтобы в перспективе создать электронную базу народной летописи Великой Отечественной войны. Но кроме того, что будет электронная база, мы будем периодически, по мере того, как материал будет накапливаться, издавать книги народной летописи Великой Отечественной войны. Вот уже первую книгу мы готовим на основе тех материалов, которые поступили. Таким образом, я убежден глубоко, что здесь нам необходимо действовать комплексно. И должны быть научные исследования, они у нас есть. Должны мы работать с широкой общественностью, проводить вот такие круглые столы, как сегодня, либо конференции, посвященные различной тематике, в том числе и военной. И даже идти на то, чтобы создавать какие-то компьютерные игры тоже, чтобы создавались они только с наших позиций, с позиций советского народа. Не то, что, значит, там на Западе, значит, например, превозносить, что там было сделано, в пику тому, что вот как бы на советском и германском фронте тут никакого особой войны-то и не было. Да, вся война была на Западе. Мы должны показывать с нашей точки зрения. А они убедительно свидетельствуют, что именно здесь, на советско-германском фронте, был сломлен хребет нацизма и его союзников. 607 дивизий разгромлено было здесь, на советско-германском фронте, против 176 нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. Они 176 дивизий разгромили, мы 607. Сами цифры говорят за себя. Вот вы упомянули о штрафных батальонах. Элементарная вещь, значит, да, были штрафные батальоны, за все в Великой Отечественной войне через них прошло около 400 тысяч человек. При этом через подразделение Красной Армии и Красного Флота 34 миллиона прошло. Ну, какой порядок цифр? Это же элементарно показать. Не штрафные батальоны выиграли войну, да, значит, там были люди разные, в том числе геройские совершали поступки, но это далеко не основная часть. Ну, просто и сущность их составляющая была не такой, как это представлено в сериале «Шоп-сор-бак». Да, так вот, да, да. Значит, продолжая, значит, эту тему, на каком языке, вообще язык-то у нас один. Другое дело, что... Не, имеется в виду переносного смысла. Я просто для иллюстрации приведу пример. После, значит, в фильме помню сценарий, значит, вспоминая Черняховского, это была уникальная, конечно, уникальная личность, которая в 37 лет стала командующим фронтом в мировой истории военной. Ничего подобного не было. У меня появилось желание написать сценарий о, значит, Владимире Карпове, который, вот так сказать, пересекался с ним, поскольку командующий фронтом, это бог войны, мог где-то как пешку дивизию куда-то бросить, просто так нашел 30 минут для встречи с армейским разведчиком, который уходил за линией фронта и должен из Витебска его привезти, опять же, через линию фронта, так сказать, фотографии этого «Медвежья Вала». Это тем, как готовился, так сказать, или готовился операции в «Багратион». Ну и когда я приехал к нему, он меня встретил в Москве очень, так сказать, жестко, даже как-то настороженно. Потом он мне уже рассказал, когда мы работали над фильмом, что его мощно подставили с фильмом «Штрафбат российские телевизионщики». А дело было так. Они сняли «Штрафбат» и решили вот такой же круглый стол перед фильмом за 30 минут в эфире, значит, прокрутить. Приехали к фронтовикам, опросили их, а потом приехали к нему. Из всех этих фронтовиков в штрафной руке был один кадр. Он полностью, так сказать, отбыл там свой срок. Причем, когда он говорил, первую, так сказать, атаку мы шли, значит, нас было, значит, около 180, а осталось всего 8 человек. Ну, плохо подготовлены были, так сказать, первые, так сказать, мероприятия или атаки с участием штрафных рот. Четко надо разделять, где штрафбат, а где штрафная рота. Потому что мы все это влепим в штрафбат. И фильм «Штрафбат», кстати, о штрафной роте, а не о штрафном батальоне. Не буду я отвлекать ваше внимание этим. Тем не менее, эти мелочи очень важны. И вот он рассказывает, что когда приехали телевизионщики, и когда они установили камеру, он сказал, все, что говорят у вас сейчас, это ваши разговоры. Я буду говорить о том, как это было на самом деле. И он 30 минут им говорит. И потом, говорит, начинается передача, я включаю телевизор, сидят фронтовики, они говорят о тех событиях, с которыми, так сказать, связано и было пребывание на фронте, меня там нет. Проходит 15 минут, меня нет. 25 минут нет. Заканчивается передача, и вдруг появляюсь я и говорю, вот так это было на самом деле. Вот это страшная подстава. Это не соревнование точек зрения, не конкуренция некая. Это когда одним полностью перекрыли каналы правды будем говорить, а эту ложь, которая идет, собственно, от наших геополитических, цивилизационных противников, вдувает в том числе и в лучшую молодежь. Спасибо. Можно еще буквально пару слов добавлю по поводу языка? Нам в любом случае без фастфуда тоже не обойтись, потому что сегодня это работает, и сегодня это есть такая потребность у молодежи, и нам необходимо такой же фастфуд, как вы правильно выразились, готовить, таким же языком подавать. Потому что мы сегодня видим, что тема истории, это тема, по сути дела, политики современной, и даже посмотреть на наше соседнее государство, каждое государство уже даже в том числе законодательно защитило свою историю. Какая бы она там правильная ни была, как в архиве было написано, какие документы, она подобрана и защищена в каждом государстве по своему, по свою диалогу. Сейчас я к этой теме перейду. Да, 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 я сейчас перейду. Я вот еще к Сергею Александровичу хотел, раз уж мы конкретно про штрафбак заговорили, просто очень много было претензий, нареканий со стороны историков к еще одному произведению телевизионщиков, сволочи, да. Я знаю, вы к этой теме в своей творчестве подбирались, да, и ее прокачивали. Совершенно случайно в 2003 году, вот Игорь Александрович тут сидит, он как раз в архиве работал, я посмотрел к какому-то юбилею СМЕРШа справку о Пономаренко, и где была статистика, в том числе, 11 арестованных подростков-диверсантов. В те времена я как-то не поверил этому, еще не было этих сволочей, не напечатано ни в этом. Я усомнился, я думал, что речь идет, наверное, все-таки о взрослых, которые, в общем-то, работали под подростками. И когда я в архиве нашел эти протоколы допросов, уголовные дела, я, в общем-то, прочитав все, я, в общем-то, создал некую картину этих, значит, диверсионных школ, которые немцы создавали, привлекая туда подростков, его вербовали особым образом. Ну и, в общем-то, в повести были пуэри, которая описала, в общем-то, пять судеб подростков, которые оказались на оккупированной, так сказать, территории Белоруссии. Я бы создал, значит, историю одного из них. Причем она была очень такая, очень такая боевая, потому что он попал туда. Привлекали их очень просто в детских домах, когда был голод и все прочее. Предлагали организовать экскурсию в Германии, показать, как живут. А после экскурсии говорили, средств возвращать вас нет, либо в концлагерь, либо в школу. Ну и определенные преимущества использовать вас будем не на Восточном фронте, так, с позиции немцев, а где-то в других местах. Хотя потом они их полностью обманывали, использовали как хотели. Использовали их для диверсий таких очень простых. Давали несколько минбрикет. Они должны забросить и были на станциях в тендер паровоза. В общем-то, операция очень простая, но сами понимаете, что эффект от него очень большой. Вывели из строя паровоз, он сразу блокирует какой-то участок дороги, но очень надолго. Вот этот паренек, собственно говоря, клюнул на то, что у него был больной брат-близнец. Он был больной. Его лечили, так сказать. Он был как якорь в Германии. И в Польше у них база была. А потом, так сказать, забрасывали уже в тыл Красный Аль. Я, кстати сказать, после уже выхода этой повести, совершенно случайно нашел еще одного свидетеля, живого уже не по протоколам. Его спасло то, что в 16 лет он очень быстро вырос. Уже на подростка-диверсанта не похож был. И его используют там для охраны этой школы. И плюс аэрогром, откуда они, так сказать, взлетали. Этот человек до сих пор живет. Он, правда, не желает ни с кем встречаться в Белоруссии, поскольку он считает, что его судьбу сломали после войны. Но, тем не менее, это действительно так. Что же касается нашей стороны, то это вот опять же попытка, как бы сказать, приписать, приписать то, чего нам, как сказать, что, чего у нас не было, и опять же показать. Ну, все это началось, наверное, не с Кунина, а еще с Резуна, который стал рассказывать страшные байки о том, что у нас спецназ готовится на приговоренных к смерти заключенных. И Запад верил в это дело. И до сих пор верит. Ну, в варварской стране иначе, собственно, подготовка специалистов и не идет. Да, вот вы упомянули фамилию Резун. Считаю это сигналом для перехода к следующей теме нашей беседы. Ревизии истории. Чем дальше уходят в историю военные годы, тем больше требуются усилий для защиты исторической правды. Это мы наблюдаем прямо сейчас. Казалось бы, еще совсем недавно во всем мире знали, что советский народ победил самое страшное зло в истории человечества. Сегодня Советский Союз приравнивают к нацистской Германии, обвиняют в развязывании войны. Подвиг советского солдата принижают, памятники сносят. Вот недавний пример Чехии с памятником Коневу, не говоря уже про предыдущий случай. Прибалтика, само собой, да, даже Украина вот с доской мемориальной Жукова, да, и так далее. И вот здесь я хочу узнать, вот почему происходит такая ревизия истории. Чем подвиг советского солдата так не угодил, что его понадобилось вот сейчас до такой степени втоптать в грязь, чтобы сделать это официальной политикой ряда стран. Игорь Александрович. Ну, я хочу сказать, что, к большому сожалению, историческая политика используется сейчас определенными политическими силами в своих интересах. Вот сейчас, как вы сказали, модно хайпануть, поднять какую-то тему, тем более используя для обоснования своей позиции историческое прошлое события, в частности, события, связанные с Великой Отечественной войной, со Второй мировой войной. Вот, казалось бы, для чего было в сентябре 2019 года Европарламенту принимать резолюцию в европейской политике памяти и ее значений для будущего Европы. Название, казалось бы, красивое, но одно из положений попытка, скажем так, навязать Советскому Союзу статус страны-агрессора наряду с нацистской Германией, то есть фактически уравнять. В связи с 80-летием подписания известного пакта Молотова-Риббентропа, начало Второй мировой войны, вот эта тема была поднята на щит и, скажем, с подачи, в основном, конечно, восточноевропейских стран, прежде всего Польши, попытка, скажем, увидеть в Советском Союзе не государство, которое, как сказал Вячеслав Викторович, понесло основную тяжесть материальных, людских потерь в годы Второй мировой войны, а страна, которая, благодаря, скажем, в кавычках, действиям которой стало возможным начало ее в 1939 году, то есть Советский Союз действовал якобы как союзник нацистской Германии вот в этот период с 1939 по 1941 год, и все процессы, которые происходили в Европе, необходимо увязывать с подобной точки зрения. Естественно, это вызвало ответную реакцию со стороны Российской Федерации, мы видели, скажем, что в политические баталии включились силы на уровне глав государств. Для того, чтобы доказать, что это не так, скажем, подключены были историки, архивисты, буквально на прошлой неделе был презентован сборник, как назывался «Начало 1939-й год», который четко доказывает, что было в 1939 году, что было в 1938 году, когда подписывался знаменитый Мюнхенский сговор, по сути дела, с которого и началась попытка умиротворить амбиции лидера и начать, вернее, якобы прекратить войну в самом зачатке, а Советский Союз оказался виновником. Да, и тут важно сказать, что не только Россию это возмутило, мы, Беларусь тоже не разделяет вот этих нарративов, да, мы, как белорусский народ, как часть советского народа, который принес победу, победу над фашизмом, для нас это, ну, оскорбительный такой факт, как минимум, если с эмоциональной точки зрения. Конечно, однозначно, скажем, выстраивая собственную историческую политику, у нас, скажем, нет стремления приподнять что-то, что-то приукрасить, то есть использовать, подогнать исторические факты под какие-то политические доктрины. Абсолютно нет. Есть четкие красные линии, за которые никто не должен переходить. Еще в 1945 году было определено, что нацизм – это беда, это страшно. Нюрненский трибунал до этого, скажем, решения международных конференций, когда нацизм был осужден. Сторонники подобной политики признаны военными преступниками. Сейчас идет попытка, скажем, прямо либо косвенно перейти через эту красную линию, сказать, что черное – это белое, белое – это черное и так далее. Вот применительно даже к истории Беларуси, скажем, вопрос о роли и значении тех же самых национал-коллаборационистов, которые участвовали в реализации нацистской политики оккупационной. То есть попытка представить их не как военных преступников, не как проводников нацистской политики геноцида, а как борцов со сталинским тоталитаризмом. Да, вот это один из примеров, о которых вы говорите, вот указан в статье, как один из элементов, вокруг которого строится искажение политики, искажение истории, я имею в виду статью в журнале «Белорусская думка», опубликованную в августе прошлого года, к вопросу об исторической политике. Вячеслав Викторович, вы один из авторов этой статьи. Вы перечисляете пункты, вокруг которых строятся наиболее острые какие-то, не дискуссии, а инсинуации, пытаются привнести раскол. И Великая Отечественная война занимает значительную часть. Вопрос ведь в чем? Вы вот в статье пишете, когда я говорю «вы», я имею в виду группу Атова, пишется, что проблема Беларуси в чем? Что мы находимся на геополитическом изломе между Западом и Востоком, и вокруг нас идут вот эти баталии о фальсификации истории. И, собственно, Россия транслирует собственную повестку, Запад транслирует собственную повестку. И это все оказывает большое психологическое воздействие на наш народ. И, собственно, вы исходите из того, что нам очень важно не допустить, чтобы в белорусском обществе начались войны памяти. Нам нужно активизировать собственную историческую политику. Так вот, вот это словосочетание. Историческая политика. Что это? О чем это? В чем ее суть? И в чем наша историческая политика отличается от исторических политик, наверное, так можно сказать, сопредельных стран? Я могу сказать, что историческая политика – это, по сути дела, действие государства по закреплению в общественном сознании исторического нарратива, который способствует национальной консолидации. Это не попытка, опять же, навязать какую-то политическую волю большинства меньшинству или наоборот. Она базируется прежде всего на развитии белорусской историографии. Это продолжение эволюционной той политики памяти о войне, которая была заложена еще в советский период. Мы открыто говорим, что в отличие от других стран, мы не выбрасываем из нашего нарратива то хорошее, что было, скажем, наработано в советскую эпоху. В плане, скажем, написания истории войны, партизанского движения, в плане отражения тех потерь, которые понес белорусский народ, в плане мемориализации, создания мемориалов, которые были в Советском Союзе, они продолжают и сегодня. Плюс Республика Беларусь, скажем, эволюционно-логически развивает эти наработки. У нас собственное видение национально-исторической школы, у нас новые памятники о войне, которые не противоречат тому, что было создано ни Брестской крепости, ни Хатыни. Тот же памятник Тростенецкий, допустим, памятник, мемориал, жертвам не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. Вот в этом, наверное, и заключается особенность нашей исторической политики. Потому что изначально этот термин появился в Германии, это была попытка немецких историков взглянуть по-новому на прошлое. Они сказали, хватит жить нам... Комплексом вины? Комплексом вины, да. Надо посмотреть на свою историю заново. Это вызвало бурную реакцию в немецком обществе демократическом. И историческая политика изначально была воспринята так, как попытка ревизии, переписывания. В начале 2000-х годов этот термин употребили уже польские историки, но в совершенно ином ключе. То есть для них историческая политика имела уже не отрицательный, а положительный контекст, это попытка, скажем, заявить у Польши внутри, на внешней арене, значит, попытка противопоставить исторический нарратив собственный, внешнему, который якобы шел в разрез с их национальными интересами. То есть тоже, опять же, от противного, как бы, они действовали. Да, а далее, скажем, этот процесс, как бы, волной накрыл государство, и он был активен именно для тех стран, которые проходили через процесс политической трансформации. Государства Восточной и Центральной Европы, которые, скажем, выходили из нарратива, скажем, социалистического в новой, капиталистический, и им нужно было с чем-то прийти в ЕС. И вот они взяли, скажем, одним из основных элементов, вот эту политику историческую, и поставили себя в роли двойной жертвы. С одной стороны, нацизм, а с другой стороны, жертвы советской тоталитарной системы. В этом я и заключался. Мне бы еще хотелось вот добавить тоже, Юрий Викторович, относительно исторической политики. Очень важный, на мой взгляд, аспект, это то, что мы руководствуемся объективным подходом и смотрим на исторические события с точки зрения Беларуси и белорусского народа, что они дали для нашего народа, либо государства. И смотрим объективно. Мы не стремимся противопоставить один исторический период другому, как это часто, например, бывает у наших польских или прибалтийских, украинских коллег, которые считают, что советский период – это сплошной мрак, что там только ничего хорошего не было, одно угнетение и прочее. Мы же смотрим с точки зрения нашего белорусского народа, и такой объективный подход нам позволяет видеть то ценное, что было в том числе и в советском обществе. Если мы говорим о начале Второй мировой войны, значит, я не вижу вообще каких-то предпосылок для того, чтобы нам, белорусам, да вообще советским людям, бывшим, посыпать голову пеплом. Во-первых, договор о ненападении Германии и Советского Союза. Советский Союз был последней европейской страной, которая заключила подобный договор. Он был в русле тенденции той политики, которая осуществлялась в Европе целые фактически там десятилетия, 30-е годы. И Мюнхенский сговор – яркий тому пример, в котором та же Польша поучаствовала, разделила Чехословакию и прочее. Но если мы смотрим на эти события с точки зрения нашего народа, мы опять же видим то, что как бы там ни было, но именно благодаря освободительному походу Красной Армии на октябре 1939 года белорусы получили исторический санс ликвидировать историческую несправедливость Рижского мирного договора, когда они, спрашивая нашего народа, Беларусь поделили на две части. Поэтому это для нас акт исторической справедливости. Мы об этом открыто говорим. О том, потому что белорусы, как и украинцы, кстати, они получили возможность воссоединиться в едином государстве. И это абсолютно так оно и есть. Если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, то опять же вот этот объективный подход. Да, мы стремимся показать, что сделали наши предки, значит, белорусы, уроженцы белорусы для нашей общей победы. Ну а мы же не выходим из того контекста. Мы не говорим, что вот белорусы победители там, русские плохие, украинцы тоже не очень, а одни мы молодцы. Мы говорим о победе советского народа. И вот тот спецкурс, курс факультативный, который упоминал Степан Николаевич, он же у нас как и называется, Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны. Мы помним и говорим про то, что да, советский народ был многонациональный, он состоял из нескольких частей, в том числе из наших белорусов. Что плохого в том, если мы хотим показать вклад наших уроженцев в эту общую победу? Вот у нас уже третье издание вышло. Кстати, это очень тоже яркий показатель, что в нашем обществе существует интерес. Вклад белорусского народа в победу. Первое издание было в 2015 год, оно разошлось в 2016 переиздание, и сейчас, в 75-летию, в 2020 году выпустили третье дополненное издание. То есть это книга востребована. И если мы будем лучше знать и видеть, опять же, вот эту историю Великой Отечественной войны через призму своей семьи, своего народа, своего государства, это только плюс нам. Мы же не противопоставляем русских и белорусов. Мы говорим, что вот это наш вклад. Но и русские огромный вклад внесли, и украинцы тоже внесли. Это очень важный аспект нашей исторической политики. То, что мы не стремимся противопоставить, значит, себя кому-то другому, но исказить нашу историю. Вот эти объективные вещи мы тоже не должны позволять. И на этом мы твердо стоим. Для нас неприемлемо, когда говорят, например, о советском тоталитарном обществе. Это тоже далеко не так, значит, и преувеличение, которое в 90-е годы было. Да, были различные проблемные моменты и прочие репрессии, никто же это не отрицает. Но говорить надо объективно, показывая и положительные, и отрицательные моменты. Что мы стремимся делать? Да, вот, Вячеслав Викторович, исходя из факторов, которые описаны здесь в статье, вот вы, группа авторов, пишете, что в настоящее время необходимо предпринять ряд мер по активизации исторической политики в Беларуси. Активизация – это что? Напечатать больше книг, создать институт национальной памяти по образу и подобию Польши или Украины. И что, какие вот эти ряд мер, которые позволят донести и молодому поколению, и всем другим слоям понимание, что было, что для нас значит Великая Отечественная война. Что это за активизация? Активизация – это имеется в виду прежде всего, как мы ее понимаем, это донесение вот этих наших концептуальных подходов с точки зрения белорусской исторической науки на различные периоды нашей истории, как можно до более широкого сообщества нашего, в том числе и по событиям Великой Отечественной войны и Второй мировой. Это сделать можно только совместными усилиями научного сообщества, общественных организаций, конечно же государства, средств массовой информации, системы образования Республики Беларусь. Потому что, как бы там ни было, и очень важно, безусловно, составляющее донесение вот этих вот концептуальных моментов нашей исторической политики, прежде всего это система образования, учебная литература. И в нашей стране, кстати, создана очень, на мой взгляд, хорошая система, когда учебники, по которым учится наше молодое поколение, они проходят целую систему фильтров, и события в них подаются с точки зрения вот именно нашей, белорусской, выверенной. Никто не говорит о том, что все, значит, историки должны только в одну точку, значит, иметь точку зрения, но есть какой-то объективный подход, вот наш общий взгляд. Если у человека, либо историка имеется свой индивидуальный подход, пожалуйста, можно взять монографию, рассказать о том, как вы видите эти события. Но если мы говорим об учебной литературе, здесь должен быть взвешенный подход, и как раз-таки система вот этого вот фильтров, лицензирование, она позволяет его сохранять. Это очень важный момент, потому что после семьи педагог – это человек, который стоит на первом месте в формировании сознания нашего подрастающего поколения. Если это мы упустим дело, дадим на самотек, то мы потеряем целое поколение. К сожалению, в 90-е годы этот процесс наблюдался, и очень важно то, что он прекратился в нашей стране прежде всего. Вот на примере России мы видим, к сожалению, к чему приводят, когда существует огромное количество учебников с противоположными точками зрения, и учителя, у кого-то, то есть какими-то своими мнениями, он выбирает тот либо иной вариант. В итоге размывается национальный стержень общества, и фактически оно ведет к саморазрушению. И вот именно наша историческая политика, она нацелена на консолидацию нашего общества. Ну, если можно добавить еще к этому, что хотел бы сказать, у нас, конечно же, историческая политика, она больше наносит такой оборонительный характер. Если наше сопредельное государство и их историческая политика носят наступательный характер, они стараются влиять своей исторической политикой на нашу, там, на другие государства соседние, то у нас мы по большей части где-то, бывает, часто уже выступаем, как оправдываемся за какие-то факты, которые нам пытаются навязать сегодня. Мы не создаем альтернативных социальных сетей, телеграм-каналов, каких-то вбросов на соседнее государство. У нас такой задачи нет, этого сегодня мы не видим, не происходит. Соседние государства это делают без проблем и влияют на нас, на нашу молодежь с помощью в том числе вот этих современных технологий. И понятно, для чего это делается. В основе всего там геополитика, политика это понятно, но в основе всего экономика лежит. Потому что сегодня идет борьба в том числе и за наше государство. Мы видим сегодня наша страна, соседка Польша, она Германии предъявляет претензии. И сейчас уже по новой репарации выплачивается. Естественно, у нее также видно есть в голове и мысли о том, чтобы пересмотреть, по их мнению, в кавычках преступное, скажем, вступление с СССР. Как они пытаются-то доказать в 1939 году вступление в СССР в Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну. Соответственно, и преступное все отделения границ и так далее со всеми вытекающими последствиями. А для Польши это очень важно, потому что мы сегодня видим, как развивается экономика. Это рынок сбыта сюда товаров, это рабочая сила и куча-куча других вопросов, которая в конечном итоге вытекает. Поэтому историческая политика это напрямую экономика этих государств. И не только Польши, но и можно про каждую страну соседку так сказать. У них более жесткая позиция сегодня. И они более жестко конкретно, в том числе с помощью законодательной инициативы, защищают свою историческую политику. Там есть и институты, там есть и в площади уголовной ответственности за отрицание каких-либо фактов. Мы сегодня видим, это делается. И никто даже не стесняется и не говорит, что какая-то там жесткость, свобода, несвобода. Никто про это сегодня не говорит. У нас сегодня это в более мягкой форме проходит. Но уже, я думаю, настоит время, когда нам нужно тоже думать над тем, как более жестко... Наступательно? Ну, может быть, не наступательно, но жестче обороняться. Жестче обороняться. Не допускать сегодня каких-либо здесь-сюда, так скажем, чуждых нам вот этих вот идей, которые действительно влияют на молодежь и влияют на наше будущее. И, по сути дела, влияют на нашу оборону, в конечном итоге экономику нашего государства. Позвольте немножко возразить Сергею Михайловичу. Вообще, понятие историческая политика, оно у нас впервые, скажем, получило официальное закрепление в прошлом году в концепции информационной безопасности. И я бы, скажем, не говорил о том, что наша историческая политика оборонительная. Я согласен с тем, что у наших соседей она носит порой, скажем, такой навязчивый характер, да, когда через свой исторический нарратив они пытаются навязать некие идеи и интегрировать их в информационную плоскость, скажем, даже Республики Беларусь. Я бы увязал нашу историческую политику с понятием информационного нейтралитета, скажем, который закреплен в той же концепции информационной безопасности. То есть информационный нейтралитет не как какая-то пассивность, не как возможность отсидеться, да, а, скажем, не возможность использовать наше информационное пространство как площадку для проведения агрессивных действий. А мы же сейчас видим вот эти вбросы, даже вокруг войны, даже, ну, казалось бы, да, из российских ресурсов, ну, просто откровенные фейки, там, у вас не ухаживают за памятниками, у вас то, у вас все, у вас что-то запрещают отмечать День Победы, вплоть до того, вот это откуда вообще взялось. Я могу сказать, что некие риски исходят, конечно, во внутриполитическом поле. У нас есть альтернативные историки, разрабатываются альтернативные концепции национальной государственности и так далее, и так далее. Вот, и некие эксперты, которые выступают о сложных проблемах истории, и 39-й год, и оккупация Беларуси, вот, и о том, что партизанское движение, оно было не таким героическим, вот, а может быть и вовсе не героическим. И партизанское движение было инспирировано извне, хотя, в принципе, доказано, передоказано о том, что это было народное движение, вот, и большое достижение советской, вернее, советской историографии, и современных белорусских историков, особенно в том, что мы сейчас рассматриваем эти проблемы в контексте национально-государственного строительства. Значит, какой урон понесла белорусская нация, белорусская государственность, как это отразилось на процессе формирования и развития нашей национальной государственности белорусов. Вот, и к большому сожалению, к большому сожалению, особенно в последнее время, звучат упреки от отдельных экспертов и со стороны России в попытках обвинить нас в том, что мы национализируем победу, мы, скажем, превозносим значение белорусского партизанского движения, мы якобы завышаем количество потерь людских, материальных, которые республика понесла в годы Великой Отечественной войны. Мы ничего не говорим о великих сражениях Великой Отечественной войны, но мы в большей степени акцентируемся на вопросах оккупации, партизанского подпольного движения, освобождения Белоруссии и начала. Но, с другой стороны, они не видят того, что, скажем, мы комплексно рассматриваем проблематику Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. И если мы прямо не говорим о битве под Москвой и Сталинград, мы раскрываем это через белорусов, которые принимали участие. Ладно бы мы не говорили, так мы же говорим. Кстати, о чем, прошу прощения, Игорь Александрович, только буквально хочу небольшую добавку внести относительно того, что мы не говорим как бы про сражения. На самом деле говорим. Говорим со школьницами. Вместе с российскими коллегами, историками. Мы подготовили шеститомное издание «Страна в огне». Это первая после развала Советского Союза масштабная такая международная работа, посвященная истории Великой Отечественной войны. Начинала она готовиться когда-то с российскими коллегами. Первый том вышел, трехсторонние, значит, были материалы. Но дальше в силу известных событий уже мы с россиянами этот проект заканчивали. Но тем не менее, там представлена история Великой Отечественной войны от 1941 года. И оккупация Беларуси, значит, и сражения основные Великой Отечественной войны. Все, полностью, вся картина вот на основе нового документа представлена. Этот момент. Еще один важный момент мне хотелось бы подчеркнуть. Например, мы, как историки, у нас в Институте истории мы совершенно спокойно и даже стремимся к этому на международных форумах, которые происходят, в том числе и заубежом, свою точку зрения показывать. И в том числе на советское прошлое. Например, у нас создана и функционирует уже Белорусско-германская комиссия историков. И в рамках этой комиссии мы, вот на заседании, которое проходило в Берлине, лично я представил нашу концепцию истории белорусской государственности. Немцы были, как ученые, просто впечатлены. У них нету такого подхода. Как бы у них даже более того в ВОЗах не преподается история Германии. Или там история германской государственности. Вот в школе что-то прочитали, и на этом все. Дальше размывается этот момент. Потом с российскими коллегами. Правильно, вот мы тут затрагивали систему образования, российский момент. На сегодняшний день, опять же, по инициативе двух министерств образования, и Российской Федерации, и нашего министерства образования, подготовлено, фактически, будет в ближайшее время опубликовано пособие для учителей Белоруссии и России по истории Второй мировой Великой Отечественной войны. Подготовленное совместно, опять же, учеными нашего института с вузовскими коллегами из нашей страны и с российскими коллегами. Это Российский государственный гуманитарный университет, Московский государственный университет имени Ломоносова. Мы представили, опять же, полностью эту картину Второй мировой и Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления, там заканчивается последняя тема, опять же, тема еще последнего сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны. И когда это издание увидит свет и будет представлено Российской Федерации, я думаю, станет меньше тех, ну я извиняюсь за это слово, просто идиотов, которые не понимают, что делают, и которые обвиняют Беларусь в том, что мы якобы не сохраняем память о Великой Отечественной войне. Но это просто бред, но, к сожалению, этого бреда достаточно много в интернете появляется, но фактически, на мой взгляд, это просто работа какой-то пятой колонны, которая стремится столкнуться лбами нашей народу. Коллеги, вот мы, уже время у нас подходит к концу, я бы хотел, чтобы мы еще на один важный вопрос ответили, вот то, что мы с вами обсудили о проблемных вопросах освещения Великой Отечественной войны, об исторической политике. Я хочу спросить, как мы, как вы для себя формулируете простой и понятный месседж, с которым белорусские историки, белорусская историческая политика должна идти к человеку? Вот, я недавно услышал от уважаемого человека, белорусы, нация полицаев, да, ну, такое мнение прозвучало, так человек эмоционально воспринимает, да, ну, у кого-то оно осталось в подкорке, кто-то потом достанет этот ментальный якорь, когда будет оценивать те или иные события, и этот ментальный якорь повлияет на эти оценки, да. Вот, есть такие простые месседжи, да, которые звучат, а в чем суть нашего государственного месседжа, нашей государственной строительной политики, как его коротко сформулировать, с чем мы идем? Ну, как, пожалуйста, коллеги. Ну, я могу сказать так, что, ну, я бы сформулировал таким образом, нам есть с чем гордиться в своей истории, нам не надо ее стесняться, значит, принижаться в любом историческом периоде, и мы можем гордиться тем, что было сделано нашими предками, предками, которые формировали различные государства, на нашей территории, и которые, в конце концов, благодаря энергии и силам которых мы пришли к современному, независимому, суверенному государству Республики Беларусь. Поэтому месседжи бы был у меня такой. Нам есть с чем гордиться в своей истории, мы должны гордиться историей Беларуси. Степан Николаевич, а к школьникам, наверное, каждый месседж должен для определенной категории иметь свою, да, трансформацию. Основная цель образования, системы образования, это дать представление о том, что было, поэтому я бы немножко скорректировал. Мы помним подвиг наших предков. Вот. Помним, знаем, сохраняем эту память. Вот. Ну и понятно, что история, она имеет и функцию, не только функцию памяти, но и функцию призванную не допустить подобных ошибок в будущем. Ну, я бы тут еще вернулся к словам нашего главы государства. Он месседж уже такой, тоже, так скажем, свой обозначил. Я с ним полностью согласен, мы тоже про это сегодня говорили. Это Беларусь помнит. Беларусь помнит не только историю Великой Отечественной войны, всю свою историю. Ну, в первую очередь, конечно же, историю Великой Отечественной войны, своих героев. И сейчас вот у нас будет в преддверии праздника, несмотря на все тут эпидемиологические ситуации, мы придем на могилу наших героев, мы возложим цветы, уберем, еще раз помним про это. Беларусь помнит, и, соответственно, Беларусь будет дальше процветать, двигаться вперед, развиваться. Да. Да, Игорь, конечно. Можно сказать, кто-то из самых, по-моему, футчик когда-то сказал, что если бы мы не умирали, мы бы умерли. Вот. Это об отношении, скажем, нашего народа в годы войны. То есть, если бы была избрана некая пассивная тактика, непротивление вот агрессору, мы бы как нация перестали существовать. Но мы пошли по другому пути, наши предки, скажем, выстояв в той войне, понеся очень серьезные потери, людские, материальные. Это позволило дальше развиваться и нации, и народу, и белорусскому государству. Да. Сергей Александрович, писатель – это всегда сенсор. Он чувствует вот, да, какие-то материи, которые невозможно рационально даже нащупать. Я хочу сказать следующее. Вообще в мире, если мы посмотрим с позиции таких больших высот цивилизационного подхода, в общем-то существует десяток цивилизаций, их условно нужно разбить на три группы. Цивилизации выгоды, цивилизации долгие и цивилизации правды. Вот мы относимся с вами к последней. Поэтому правда, какая бы она, может, горькой ни была, только правда, и с ней мы выживем. Коллеги, большое вам спасибо. По-моему, у нас дискуссия состоялась очень содержательная и насыщенная, что касается вопросов исторической политики памяти о войне. Впереди у нас важное событие 75-летие. Да, сейчас оно где-то находится в тени. Коронавирус, понятно, профилактические мероприятия. Ну, как бы ни было, оно не случайно у нас, у людей моего поколения говорили, что нет ни одного человека в Беларуси, через которого не прошла бы война. Все наши семьи так или иначе прошли через это событие. И правильно мы здесь говорили, что в первую очередь память о войне начинается с семьи. Да, как от бабушки, от отца, матери доносится эта память своим детям. Поэтому, коллеги, спасибо вам большое. Мы знаем о том, какое великое событие произошло 75 лет назад, которое мы обязательно отметим. В какой форме здесь, не важно. Главное, что мы помним то, что сделали наши деды и прадеди. Спасибо большое. Это был совместный проект BC и Белта «Экспертная среда». Увидимся через две недели.